К этим ребятам точно не подойдут на улицы со злыми намерениями. А если и подойдут, то горько пожалеют. В посёлке Афибском уже не в первый раз проходит первенство северского района под Хэквонду. Это популярное во всём мире корейское боевое искусство, сегодня ещё и олимпийский вид спорта. Занимаются им не только мальчишки, но и девчонки. В северском районе Тхэквонду активно развивается уже три года. На нынешние соревнования приехали более 200 юных спортсменов. Из Армавира, Геленджика, Краснодара, Услабинска, Белореченского, Каневского, Абинского, Крыловского, Курганинского, Кущевского, Новокубанского и Успенского районов посвятили турнир памятной дате – 80-летию со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Уверена, что в этом зале достойные подражатели тех важных дел, продолжатели наших славных традиций, нашего будущего и тех традиций, которые завоевали поколение победителей. Нашим всем спортсменам я пожелаю, чтобы вы выкладывались на пробу, как сказала Мария Владимировна, проигрыша нету, поэтому да, пусть победит сильнейший. Удачи вам всем. Перед началом самих состязаний для разогрева публику порадовали титулованные воспитанники отделений спортивной акробатики, а более опытные тхэквондисты устроили показательное выступление. Философия этого боевого искусства – достичь единения души и тела, гармонии с Вселенной. Но еще это и отличный способ самозащиты, что и продемонстрировали спортсмены. Приступив к боям, ребята показали настоящий класс. Общепринятый литературный перевод слова тхэквондо – путь ноги и кулака. И порой за траекторией ударов было действительно сложно уследить. На кону юных спортсменов были медали и дипломы. Заслуженные награды получили самые сильнейшие бойцы, среди которых и представители Северского района.